Рождество – это один из самых больших и ожидаемых праздников в христианском мире. Но мало кто задумывается над тем, что 25 декабря или 7 января – это вовсе не день рождения Иисуса Христа. И мало кто знает, что именно этот день установил сам Сатана для празднования дня рождения выдуманного языческого Бога Солнца. «Поставьте себя на место Иисуса Христа. Хотели бы вы, чтобы в день рождения вашего врага вас поздравляли с днем вашего рождения, когда на самом деле этот день не является моим праздником, а моего врага?» Я думаю, что не стоит тратить ваше время на то, чтобы сейчас доказывать вам, что именно 25 декабря – это день рождения Бога Солнца. Язычники в честь зимнего солнцестояния праздновали Рождество их главного божества. Эту информацию вы можете сами найти в интернете и проверить достоверность сказанных мною слов. Позднее Римская Церковь для того, чтобы облегчить обращение в веру языческих народов, она решила внедрить день 25 декабря как праздник мирского рождения Иисуса Христа, чтобы отвернуть их от языческого праздника, который отмечали в тот же день в честь непобедимого солнца – Митры, завоевателя темноты. Таким образом в христианство вошло язычество. Праздник остался тот же, дата осталась прежняя, только переименовали этот праздник, назвав его по-христиански. А больше ничего и не изменилось. Но когда же на самом деле родился Иисус Христос? Библия по этому поводу молчит. Мы можем только предполагать, в каком сезоне года Иисус Христос мог родиться. И это точно уж не зимой. Во-первых, потому что зима в Израиле и Палестине очень холодная и дождливая. И пастухи на поле, которые ночью охраняли стада овец, которым ангел явился – это нонсенс. Пастухи выходили в поле с ночевкой только в теплую пору года. Во-вторых, в период рождения Иисуса Христа царь Ирод дал указ провести перепись всего населения Израиля. Для того, чтобы народу было удобно путешествовать, было выбрано время свободной от полевых работ. Посева, возделывание и уборки урожая на полях. И, конечно же, удобное для путешествия – сухое время года. Поэтому мы можем сделать предположение, что Христос мог родиться или поздней осенью, или ранней весной. Но никак не дождливой холодной зимой. Еще один миф – что Мария родила Христа в Хлеву. По той причине, что гостиницы были все переполнены, и не было для Иосифа и Марии свободных комнат. Давайте прочитаем, что написано в Библии. Когда же они были там, наступило время родить ей, и родила сына своего первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице. Вы себе можете представить, что приходит беременная женщина в вашу гостиницу и просит переночевать? А вы говорите – все занято, уходите. Женщина говорит, что у нее уже схватки начинаются, и им обязательно надо крышу над головой иметь. Не рожать же нам на улице, говорит она. А ей говорят – женщина, что непонятного? Мест нет, рожайте на улице. Звучит, как какой-то бред. Вы сами можете поверить в такое, что из-за нехватки мест им отказали в ночлеге? Трудно поверить в такой абсурд. А ведь нам с детства именно так и рассказывают эту историю. Но как же на самом-то деле все происходило? И что именно было причиной отказа Иосифу и Марии в получении ночлега? Читаем Библию. Закон Моисея. И всякий, кто прикоснется к какой-нибудь вещи, на которой она сидела, должен вымыть одежды свои и омыться водою. И нечист будет до вечера. И если кто прикоснется к чему-нибудь на постели или на той вещи, на которой она сидела, нечист будет до вечера. Друзья, а теперь вы понимаете, почему для Марии рожающей не было места ни в одной гостинице. Ни один владелец гостиницы не хотел создавать себе проблем. В час пик, когда город наполнен множеством гостей, когда есть возможность отлично заработать денег, никто не хотел осквернить свою гостиницу истечениями рожающей женщины. Потом надо было бы закрывать гостиницу и вымывать все, к чему прикасалась эта женщина. А глиняную посуду вообще следовало разбить и выбросить. Поэтому намного выгоднее для владельца гостиницы сказать «нет мест», чем потом потерять множество клиентов. А соответственно и денег. Еще один миф – это то, что Христос был рожден в обычном хлеву, где содержатся ослы, коровы, куры, овцы и т.д. Историки-библеисты говорят, что это был не обычный хлев, а пещера, в которой рождались овцы, предназначенные для храмовых жертвоприношений. Я этой информацией не смог проверить, правда это или нет. Но покажу вам часть видео уважаемого богослова Александра Болотникова. Не знаю, как вы, но мне кажется, что это правда. Давайте посмотрим. Это понятно, наверное, что произошло. А произошло следующее. Произошло то, что Иосиф с Марией из Иерусалима направились в Вифлеем. Естественно, мы понимаем, что в то время не было медосмотров, невозможно было посчитать и точно узнать. И когда началось, тогда началось. Понимаете, они попробовали зайти на постоялый двор, а там не протолкнешься. Они решили двигаться дальше. И вот это их привело на поля, где мы видим вот такие вот интересные конструкции. Именно вот это можно назвать crude rugged building, не правда ли? Друзья мои, это не что иное, как пещерное сооружение. В том районе действительно было очень много пещер. Никаких львов, никаких подобных конструкций, которые я вам показывал на картинке, напоминающим фермерские дома, мы не видели. Но вот подобные вещи были. Вопрос, для чего они использовались и почему в такой пещере находились зясли, кого там кормили? Библия нам интересным образом описывает, что происходит дальше. Написано, в том месте, в той стране были пастухи, которые охраняли стада ночью. Что это были за пастухи? Друзья мои, если мы посмотрим исторические сведения, мы обнаружим, что именно вот на таком, в этих полях, на этих полях, всего в пяти милях, десяти километрах от храма, располагались угодья, на которых выращивались овцы, которые рождали ягнят и поставляли их в храм. Вы понимаете, почему? Согласно записанному в книге Исход 29 глава, на жертвеннике нужно было приносить двух агнцев утром и вечером. То есть получается как минимум 700 агнцев только на ежедневное служение. Плюс в субботу это удваивается, в новомесяче это удваивается, а на праздники такие, как Суккот, там еще больше. То есть в среднем храму нужно было получить однолетних агнцев около полутора тысяч голов. Теперь, я думаю, вы поймете, почему вот эти пещеры использовались. Они использовались пастухами, кстати говоря, это были несколько левитских семей, которые занимались выращиванием овец. Вот это были левиты, теперь вы понимаете, почему, для чего нужна была эта пещера и почему туда ставили кормушки. Овечка, когда ей надо было родить, отправлялась сюда. А согласно левитскому закону, у книги Левит сказано, что 8 дней агнец должен находиться при овечке. Я надеюсь, теперь вы понимаете, что произошло. Понимаете, почему сердце мое болит? Когда открываешь сегодня для самых маленьких вот эти субботние школы, и видишь, ну хорошая, красивая история, нормально. Только доходит до рождения Иисуса, сразу начинается лепить туда какие-то зеленые растения, вместе с ними зоопарк домашних животных. Друзья мои, у нас родился агнец Божий, а не зоопарк домашних животных. Мне больно, мне больно, когда вот это вот каждый год начинается самым маленьким вот таким вот образом подаваться. Естественно, что ребенок, а, конечно, коровка, конечно, ослик, конечно, верблюдик. Вы понимаете, что мы вкладываем? Мы вкладываем традицию в голову ребенка, который еще не в состоянии из кафедры услышать, где есть библейская истина, а где есть традиция. Вот она проблема, друзья мои. Вот она проблема. Да, действительно, мы можем что-то для наших братьев-христиан, это хорошее время, это хорошее время, чтобы как-то свидетельствовать этим секулярным христианам. Я этот аргумент понимаю. Но, друзья мои, нам нужно свидетельствовать об истине, а не выдавать вот эту традицию. Если же мы идем и совершаем благотворительную акцию, ну зачем надевать красные шапки при этом? Вы понимаете, при чем здесь красная шапка Санта-Клауса? Если мы хотим рассказать людям о воплощении Бога, о рождении Спасителя мира, давайте будем рассказывать об этом. Кстати говоря, можно было об этом начинать рассказывать две недели назад, именно тогда, когда родился Иисус. Ну, не в датах вопрос, друзья мои, в сути вопрос. В сути вопрос. Чему мы следуем? Библейской истине, которая рассказывает нам о том, что в Вифлееме родился не кто иной, а агнец Божий. Которая нам показывает, что, согласно пророчеству, записано в книге Исаии, 53 глава, где Мессия описан, вот посмотрите, как овца веден он был на заклатне, как агнец, перестригущий в него безгласен. Понимаете? Другого места не могло быть для нашего Спасителя, чтобы им родился. Он родился там не потому, что поганые жестокие люди отправили бедную молодую женщину рожать в хлев. А Господь позаботился, чтобы с самого момента рождения мир увидел о том, что родился агнец Божий, который берет на себя грех этого мира. Что мы будем рассказывать сегодня нашим друзьям, христианам, которые воспитываются вот в таких традициях, нашим детям? Не пора ли нам показать библейскую истину об агнце Божьем? Итак, мы поняли, что рождение Иисуса Христа было запланировано изначально Богом, чтобы он родился в том месте, где рождались жертвенные агнцы. Все указывало на то, что родился агнец Божий, который станет самой великой жертвой за грех человека. И никаких коровок, осликов, курочек не было в том помещении, где родился Иисус Христос. Когда я смотрю на то, как христиане отмечают день рождения Иисуса Христа, который не является по сути своим днем рождения Иисуса, но днем рождения иного Бога, придуманного сатаной, я вижу в праздновании этого дня сатанинскую насмешку над Иисусом Христом. Представьте себе такую ситуацию. Парень с девушкой длительное время встречались и потом расстались. Но через некоторое время вы познакомились с этой девушкой, полюбили ее и женились на ней. И вот ваша жена говорит вам, что она хочет отмечать ваше день рождения именно в день рождения бывшего своего парня, потому что она привыкла к той дате и так удобнее для нее. Но вы скажете ей, дорогая, но ты же знаешь, что я не хочу вообще отмечать свой день рождения. И несмотря на то, что мой день рождения вообще в другом месяце года, почему ты решила выбрать дату рождения своего бывшего парня? И вам ваша жена ответит, дорогой, но мне ведь так удобнее. Я привыкла праздновать день рождения моего бывшего парня именно 25 декабря. Разве тебе не все равно, в какой день я тебя буду поздравлять с днем рождения твоего? Друзья, да конечно же не все равно. И не все равно Иисусу Христу. Это не его день. Этот день посвящен абсолютно другому. Вторая заповедь гласит Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, что на земле внизу и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им. Ибо я Господь Бог твой, Бог ревнитель. Именно как вы бы ревновали и негодовали на свою жену за то, что она отмечает день рождения своего бывшего парня, так и Бог называет себя ревнителем. И ревнует он, когда мы отмечаем день рождения его врага. А враг для Бога – это сатана, противник. Таким образом, отмечая Рождество 25 декабря, или же этот день, но по старому календарю 7 января, мы отмечаем день рождения выдуманного сатаной идола, Бога Солнца. И таким образом унижаем и вместе с сатаной участвуем в насмешке над Иисусом Христом. Разве это не унижение Иисуса Христа, отмечать день рождения его врага в его же молитвенных домах, его же последователями? Поставьте себя на место Иисуса Христа и ответьте только честно. Разве вам не было бы обидно? Неужели вам было бы приятно отмечать чужой день рождения? День рождения противника Божьего! Вы смотрели программу Стоп.Грех. Чтобы не пропустить новые видео, подписывайтесь на наш канал. Субтитры создавал DimaTorzok